Всем привет, дамы и господа! Сегодня компания OnePlus представила свой первый смарт-браслет. Это OnePlus Band. По аналогии с решениями от конкурентов, он способен отслеживать физическую активность, сообщать о входящих звонках и уведомлениях, и всё это с учётом неплохой автономности и по относительно доступной цене. И сегодня мы расскажем вам всё про этот смарт-браслет, объясним, что он умеет, а что нет, и также расскажем о доступности на глобальном рынке. Ну что ж, полетели! OnePlus Band выполнен в классическом для подобного типа гаджетов дизайне, с основной капсулой и сменными ремешками. Трекер оснащён AMOLED-экраном на 1,1 дюйма с разрешением 2094 на 126 пикселей. Он умеет показывать время, уведомления и звонки, а также управлять воспроизведением музыки и камерой на вашем смартфоне. Конечно же, OnePlus Band умеет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови и даже выполнять мониторинг сна, а также напоминать о необходимости отдохнуть. Есть поддержка 13 спортивных режимов, включая бег на улице и в помещении, езду на велосипеде, йогу, плавание и так далее. К слову, устройство защищено по стандарту IP68 от воды и пыли и выдерживает погружение на глубину до 50 метров. По заявлениям производителя, этот смарт-браслет будет работать от 1 заряда 14 дней. Ёмкость аккумулятора составляет всего 100 мАч. Трекер подключается по Bluetooth 5.0 и может быть использован со смартфонами на Android 6 и выше. Позже появится поддержка и устройств на операционной системе iOS. OnePlus Band поступит в продажу в Индии уже 13 января по цене в 34 доллара. Трекер оснащается черным ремешком, но при желании можно купить синий или серо-оранжевый, всего за 5 баксов. Позже новинка появится и в Европе. Кстати, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал по ссылке в описании под этим видео. Там мы публикуем самые интересные новости из мира гаджетов и технологий раньше всех. И вроде бы OnePlus Band это топ за 34 доллара, убийца Mi Band 5, но это не совсем так. На данный момент в смарт-браслете довольно мало циферблатов, всего 37 штук. А также нет удобной магнитной зарядки, которая есть в Xiaomi Mi Band 5. И еще у него нет датчика измерения уровня стресса. Но несмотря на все эти минусы, OnePlus Band все равно является довольно интересным устройством и сможет составить конкуренцию Xiaomi Mi Band 5. Скажите, а вы хотите обзор на OnePlus Band? Пишите в комментариях. А с вами был канал World of Gadgets. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!